Привет всем! Это четвёртая серия моего ФФА-сериала, а слышите вы Алексея Халецкого и вы на канале Лёша Играет. Четвёртая серия ФФА-сериала, где все играют против всех. Финал моего ФФА-турнира, и если вы не смотрели первые три серии, то переходите по ссылке в верхнем правом углу видео. Там такой белый кружочек с буквочкой «Ай», тискайте на него и увидите ссылку на плейлист с этим сериалом. Ну что, что у нас происходит? У нас происходит вынос Ацтека Эфиопам и параллельно с другой стороны к Эфиопу... Вот давайте как раз на Эфиопу переключимся. К Эфиопу с другой стороны приходят на него смотреть майя и русский. И с другой стороны всячески Эфиопа напрягают. В это же время Египет уже вовсю клепает флот, чтобы забрать столицу Ацтека. Перс пытается восстановиться после войны с Россией. В принципе, он ничего не отдал, хотя, конечно, ему потребовались определённые усилия для того, чтобы отбиться. Но он это хорошо делал, так что потери у него были небольшие. Так, кого ещё не упомянул, вот майя, кстати, что он тут выбирает у нас по развитию. Куда? Индустриализация прям уже... Уже он прям поставил индустриализацию потом. Слушайте, а так уже неплохо народ-то развился. Пять ходов индустриализации у майя, а перс только открывает рыцарство. Китсал решил пойти в физику. Но я даже не знаю, зачем. Видимо, ещё до печатного пресса далеко. Ну и у Сириуса... Сириуса... Ну, зато денег у Сириуса немерено, кстати. Так, 200... Ну, 200 науки, считайте, вход у русского. 215 у Египта. 119 у Перса. 212 у Майя. 76 у Эфиопа. Ну, Эфиоп... Ну, как обычно. Эфиоп просто конкретно не шёл в универы. У него универы не построены. Он идёт по нижней ветке чисто в войну. Поэтому он... Ну, постепенно начнёт отставать. Но, знаете, это не страшно. Не страшно по той и по той причине, что у... У Ефиопа он встретил всех, и у него будет определённый бонус к открытию тех технологий, которые он не открывал. Всё, ну вот. Просто... Чё, фрегатики открывали? Ну, конечно. Да. Так что, парни, я думаю, если уходите от Ефиопа, надо думать, как нибудь останавливать. Я заставить сегодня как не выберу. А в Египте будут без столицы. Ну, во-первых, ещё не факт. Да, факт. Как бы отстык уже ничего не свидетельствует в его случае. Ну, ты можешь забирать только у Лолька. В принципе, спокойно. Ну, мне просто не дают русский смайл. Напали на мне. Ну, в общем, всё, как я и предсказывал. То есть, Египет пришёл вот уже забирать Светлан, не стал ждать подвода армии. То есть, я думал, он там, знаете, сконцентрирует хотя бы 4 фрегата. Нет, ну, а тут, в принципе, нет. Там 21 за число ждать, не можешь его взять. Да я там не уявляюсь, а все войска, блин, на этом. Тут на границе с этими. С моими городами у меня тут вышла армия. И говорю, русская война. Я пошёл. Так. Видите, запретный город построил Майя. И вообще, как бы вот на данный момент, похоже, что лучше у Ары развития. Потому что он не разменивался на войну, как русский. У русского тоже офигенные места. Но Ара конкретно, вот, там чуть-чуть повоевал с русским. Там, ну, буквально пару юнитов построил и всё. Ну, тут не возьмут. Я вам говорю, что русские, не русские, не Майя, ничего, и филпу не сделает. Знаете, так чуть-чуть подгадить, в принципе. Ну, давайте глянем, что у русского с армией. Так, печатный пресс. Открывает. То он украл, что ли, печатный пресс сейчас у Ацтека. Похоже, украл печатный пресс у Ацтека. Да уж, никаких у вас привычек. Это вот пример того, почему не стоит меняться. меняться посольствами из очень крайней нужды. Да вообще, ну и звук, но в тем не менее. О, тут ещё и пицалы и армию подвёл. Ну, если помните, обменялись русский и... А кто, если чё, в хосте будет? Я Филис. Это хороший хост? Нормальный. Никто не жаловался. Ацтека и русский обменялись посольствами когда-то, если помните, и вот благодаря этому, собственно, русский решил посадить к Ацтеку шпиона, что логично, потому что как раз Ацтека построил... Ацтеку шпиона, что Коломбов где-то приплывёт от паёвых лицалов? Построил вику, библиотеку. Ой, да, слушайте, вот это мнение, что типа нельзя селиться на воде, если какого-то столица морская, это полная фэфа, это полная вообще герма. На самом деле, бредовость, когда столица на воде, тогда и когда она сушит, ставит. Я не вижу в этом логике. Да? Ну, по-разному же бывает, места разные, там карты разные, тогда. Да, то есть, если в столице на воде, то вполне можно на сути спокойно поселиться. Ну, просто есть на воде и берешь мореплавную, то есть молотков будет тогда, именно поэтому. Отсюда всё идёт. Ну, как видите, тут уже... Сейчас так всё привёл к столице, к Светлану. Ну, Китсалдут ещё и наземных юнитов немножко поднастроил. Так что столица, видимо, Египту достанется, хотя может ещё и отобьётся от стек, фиг его знает. Так, ну, что тут у Эфиопа? Ну, вот это всё. Майя и русские, это уже вся армия, просто пришли слили от Эфиопа. Чуть-чуть отсрочили взять эту лотулольку, по моему мнению. Не знаю, стоило ли. Мне кажется, всё-таки стоило сохранить эту армию. Ну, это я говорю, как я бы поступал. То есть, мне кажется, нападать имеет смысл тогда, когда у тебя есть всё-таки какая-то возможность захватить что-то у соперника, а тут и возможности не было, да ещё и соперник очень далеко находился для того, чтобы к нему идти. То есть, если вот им можно было хопотом и за два хода перекинуть всю армию, да, и уже напрягать Эфиопа. Но нет, они там шесть ходов, по-моему, шли. Тем более, у Эфиопа ещё и Великая Стена. По-моему, это он бился. Да, Катя, писал, привязывай. Давай, башничка, башничка поставить мне. Яс. Ну, блин, я не понимаю, как получилось. Вроде бы все контактные расположены, а зачем или меня? А ты от стек. Чего же, по-моему, слабых нас нету в игре. Ну, как получилось? То есть, я могу ответить Гонзи так заочно. Просто потому, что, ну, неверно он развивался. То есть, постройка Великой Библиотеки непонятно. Почему второй город не поставил на воде, непонятно. Улуру, конечно, неплохо взять. Но в итоге, видите, у него главный соперник Египет, по моему мнению, и... Ну, все, все. Он еще посражается. А ты сейчас пока это само? Да нет, я думаю, сражаться-то нет смысла. Город Явлеволс очень отобью. Может, кому жить по порту? А зачем я могу жить по порту? Потому что он тебя захватил, он плохой, он нагрет. Нет, пускай им теперь содержит свою огромную армию. Так что мы с хостом-то решаем? Ну, я, видимо, решаю. Кто последний, кто второй игрок, тот и будет. Кто-то и будет с хостом. Построена библиотека и... А, ну, я была построена Великая Библиотека, бонусов, из которых Ацтек никаких не получил. И главный соперник у него был, по моему мнению, Египет. И Ацтек об этом узнал очень быстро. Он раньше вообще увидел, по-моему, Египет, чем, например, Эфиопа. И ему надо было видеть, что они рядом, что они оба на воде. Причем Ацтек раньше узнал, что Египет на воде, чем Египет в Ацтеке. И мне кажется, Ацтеку надо было ориентироваться именно на захват Египта. Ну, как-то вот без плана. Это вот пример того... Я надеюсь, что я одеваю. Давай на следующий, в начале следующего хода. Да, давай на следующий. Ладно. Это пример того, как у человека нету плана на игру конкретного. То есть он не очень... И он как-то такими общими туда-сюда потелепался и в итоге... Зачем оборонка-то Сирис? Мы же так не воюем. Все равно. И в итоге проиграл. Ну, видишь, ну ты хотел ливнуть. Да. Это он отвлекал специально. Ой, да. Но я боюсь, что... До падения города не так долго ждать. Ну да, тут как бы... Уже больше нечем захватывать будет Ацтеку. Да, все. Теперь мне уже нечем его взять. Ну, зато, понимаете... То есть пока борется Ацтек. Тем более, что умирают жители. То есть это не так круто достанется Египту уже город. Там здания удаляются. Что вообще построил Ацтек? Там будет только висячие сады и библиотека. Библиотека уже особых бонусов не дает. Висячие сады бесплатных садов тоже не дают. Просто 6 яблок. Дорогу строишь так. Уже похуже. Уже похуже. Да, мне кажется, тут уже все равно, что делать. Так, что у нас делает русский. Что он тут банки строит. Ну чё? Везде банки открывают экономику в то время, как... И чё как? Чё как? Ну, если хочешь, можешь вливать, ты как бы имеешь право. Да, давай вначале следующем. Ладно, вначале следующего хожу. Ну, давай ещё там где-то, когда... Я в астрономию построил, я думаю... Мне не хочется это делать. Я думаю, можно ли у нас после как столица упала уже? Ну да, можно ли? Я... Я вот не обратил внимания, вышел ли АРО в индустриализацию. Кстати... Ну вот, мир со всеми заключил Тутанхамон. Ну, потому что отбился смысл. Теперь ему надо Латеролька захватывать. И там могут уже начаться проблемы, собственно, с Китсалом, кстати. Ну, смотрите... Зашибищая эросинхрон. Гонзо продолжает на два фронта. Ой. Он и ещё... Ну, теперь уже только в начале следующего будешь выходить. Он и Эльфиопу не сильно даёт захватывать. Ну, давайте красивые картинки нации посмотрим. На рассинхроне. Он и против Китсала борется, и против Тутанхамона тоже. То есть, не отдаёт там прям города уже вовсю. То есть, человек всё-таки борется. Нельзя сказать, что он прям слил игру. Он проиграл именно тогда, когда у него не было плана на игру. И в итоге вот он... И там, как, не подготовился. И с этой стороны не подготовился. И всё. И уже не фонтан. Так. Генеральчик появился. Так, что тут Китсала? Войнушка. Так. Что... Мне интересно, что Ара у себя строит? Что строит русский? Так, у Ары сидит в поленке и в фивах. Шпионы. Китсалу посадил. Он почему-то думает, что Китсал важнее. Я бы, например, в данной ситуации к русскому садил. А у себя он посадил шпиона, потому что он знает, что он первый по науке. Судя по всему. И не хочет, чтобы у него перли технологии. А русский уже спёр в Тиночь-Светлане. Как раз заход до того, как Тиночь-Светлан захватили. Так, что у русского творится? Русский оставшиеся четыре арбалета домой ведёт. Интересно, кстати, будут ещё... Ну, мне кажется, русский и перс будут ещё не раз воевать. Всё-таки они из всех наций, они расположены ближе всех друг к другу. Видите, они самые первые воевали. Хамона есть, 8 алюминия. Ну, вот этот глюк, когда показывают какие-то ресурсы, которых ещё на самом деле не открыли, это глюк игры, но он означает, что либо город стоит на этом ресурсе, либо уже шахта построена на этом ресурсе. Дай мне алюминий. Дашь? Легко. То есть это космические детали буду строить. Подожди, слышать, откуда у меня алюминий? Мы видим, какой-то город у тебя на алюминии стоит. Я уже объяснил, почему этот глюк появляется. Ладно, всё, выхожу. Давай, давай, давай. Ну вот, всё, вот. Давайте. Пока. Узер дисконнекта от мюджета. Вот их осталось пятеро. Больше никого нету. Челюсти к нему. Больше я не смогу переключить на экран ацтека, к сожалению. Эх. Ну и фиг с ним. А ты сюда плывешь к винтаме, ты тоже бежишь оттуда? Ну, у меня тут сували, сували. Спасибо, зафиксируешь. А, ну так я его зачистил уже. Ты отсюда плывешь. Ну, так я оттуда. Я рассыпил, видимо. Меньше кнопок придётся нажимать. Ну, он пытается перс хоть как-то восстановить свою экономику. Но у него, то есть вообще меньше всего науки, конечно, у Тутанхамона. Но я думаю, что это он специально всё делает. То есть он просто не строил универы. Он специально не выходил в универы. Специально вышел по нижней ветке. Хоть его и затормозили, но он сейчас всё это отыграет. Потом добежит. А вот где отыгрываться персу, мне не видно, в каком месте. Что ему поможет догнать. Дальше у нас, по-моему, русский, 220. У Египта. Нет, вот Египет. 255. И, наконец, Ара. 239. Ага, вот у нас уже Египет на первое место по науке выходит. Он, видимо, построил обсерватории. А что, ты не хочешь люкс в мире или не хочешь люксами? Ну, с люксами. А может, у тебя есть люкс? У меня есть люкс, который тебе нужен? А Ара не строила ещё обсерватории, между прочим. Так что, ну, похоже, мы пока вступаем в определённый период мира. Стены строит Тиночтетлан. Но это не Кицал строит, а ведь у него Тиночтетлан марионеткой. У Кицала нету счастья для того, чтобы аннексировать Тиночтетлан. Так, что у нас делает русский? Мастерские только сейчас идёт в индустриализацию. Индустриализацию идёт и Кицал. Причём одинаково у них по четыре хода. Я так понимаю, в банковское дело идёт. Но вот видите, из-за этого мода не очень хорошо видно. Вот сверху в левом углу иконка технологии. Ну, отстаёт, в любом случае, Перс отстаёт конкретно по техам. Ну, видимо, в индустриализацию уже вышел Ара. Потом только он уже астрономию открыл. И сейчас идёт в школы. И я вот не вижу уголь. Вот видите, я вижу уголь сверху, да? Я не вижу, есть ли на территории русского... На территории Майя. Уголь. Мне пока его не видно. И мне кажется, что... Собственно, как я и предлагал, да? У него нету угля, похоже. Ему придётся вот город там ставить. Фёп, ты забираешь что-то лольку, и мы живём в мире, окей? Да, окей. Это... Китсал ты таким тоном сказал, знаете, таким... Типа, с угрозой. Мы живём в мире, понял? Типа, чё ты тут не это... Платонелька забрал, и в мире живём, понял? Ну, по-хорошему, на самом деле, я не вижу здесь конфликта интересов Египта и Эфиопии, потому что Эфиопия чисто наземная нация. Пытаться Тенач-Тетлан забирать, который будет Китсал постоянно отбивать с моря, нету резона никакого. Вот. Китсалу то же самое, нафига ему эти наземные города, если ему лучше углубиться в морское развитие, пойти, например, действительно позахватывать города, там, русского на воде стоит город. Перс, я не знаю, кстати, Перс захватил этот Коломбо или нет? Боже, он всё ещё колупает, этот Коломбо. Так. Так вот, походу... Ага, вот посила везёт, да. Ну, Ара сразу быстро сообразил, открыл... Открыл уголь, увидел, что у него нет угля, и быстрее пятый город повёз к углю ставить. Это очень важно. Кстати, интересно, будет ли уголь у русского. Три хода. Три хода и три хода у египтянина. В общем, у нас три нации, которые оторвались по науке. Одна нация, у которой с наукой плохо, но в перспективе, я считаю, этот Анхамон догонит. И у него будет всё хорошо. Хотя, смотрите, он до сих пор идёт по нижней ветке почему-то. Прям в Химедзе, в Аркебузиры выходит. И одна нация, это у нас персика, у которых с наукой чуть получше, чем у эфиопа, но у него с развитием плохо. Я не знаю, как он будет за остальными тянуться в плане их догнать. Но я думаю, сейчас у нас начинается пока долгий период мира. Сейчас эфиоп с египтянином закончат пилить ацтека. Сейчас у нас останется только пять игроков. Хотя уже гонзо вышел из игры, но всё-таки компьютерный этот игрок не самая лучшая штука, чтобы компьютерный игрок оставался в игре. Сейчас они уберут. Но вот видите, кицал. Видите, как хорошо кицал города поставил, что у него возможность мельницы построить. Мельницы. Ну, с другой стороны, у него, конечно, немного холмов, но он заранее решил, видите, ставить не на холмах города, чтобы были возможности мельницы построить в будущем. Ну, вот Плотоволька уже забирается эфиопом, я так понимаю. Да. Делает его марионеткой. Уже куда-то счастье эфиопское подевалось. Столько было до этого счастья. Надо начинать уже торговать ресурсами роскоши, видимо. И да, видите, он уже пошёл теологию открывает, уже в университеты пошёл. Всё, сейчас эфиопу надо в развитие. Обычное развитие. Такая разномастная демография. Нету какого-то одного лидера, что приятно. У всех в чём-то хорошо. Ну, из оставшихся игроков, я считаю, единственное плохо это у Перса. То есть, он, конечно, отбился от русского, но как ему тут выигрывать, что ему вообще делать, лично я не вижу. Может, вы мне напишите в комментариях, какие у вас мысли, что тут можно предпринять. Потому что нападать на русского, ну, у русского такая местность, такое производство. Тут единственное, может, возможно, сесть договориться с Майя и попробовать вдвоём напасть на русского. Только зачем это Майя? Зачем это Ария? И вот все проблемы чисто из-за того, что Перс не там поставил столицу. Ну, пытается он Коломбо захватить. Ну, пускай так. Вот открыл индустриализацию русский, и у русского нету угля. Сириус, наверное, расстроился. Зато уголь вон есть у Перса. Видите? И купить его вроде негде, этот уголь. А Майя вон поставил город специально для того, чтобы уголь получить. Ладно, а что у Египта с углём? И у Египта пока нет. Ну, во всяком случае, именно на территории угля нету. Может, где-нибудь рядом? Сейчас Китсал поищет. Последний город остался, ацтекский. Так, ну, я не вижу угля. Тоже, похоже, у Египта нету угля. Так, начинаются проблемки. У всех начинаются... Вот у двух лидеров начались проблемы. А Ара, хотя вон, я вижу, есть рядом город-государство с углём для Египта. Он, причём находится на море. И, по идее, после захвата Тэкскока, Китсал вполне может пойти тут в город-государство ради угля захватить. Ну, или бы его засоюзить. Почему нет? Тоже вариант. Уголь же нужен только, вот, Вильнюс. Видите, у Вильнюса уголь есть. А, так он и так союзник. И так союзник. Просто уголь ещё не обрабатывает. Китсалу надо дать ему денег, чтобы он обработал уголь. Должна быть такая опция у города-государства. Так как индустриализацию открыли уже трое игроков, то город-государство вполне может обрабатывать уголь. Опять рассинхрон начался. Да, интересненько. А вот у России угля нету. У России угля нету. Ну, что ж он, что ж Екатерина, Екатерина Сириус, пускай извинит меня Сириус, если смотрит. Что ж он будет делать? Так, рассинхрон прошёл нормально. Ну, вот, есть какой-то уголь ниже Ростова. То есть, видите, возможно, ему туда придётся поставить город. О, Анатолий Сикстинскую капеллу построил. Так, тут Тикс Кока, тут Коломбо пилят. Ну, а Ара спокойно продолжает играть в развитии. Он уже фабрики может, кстати, уже фабрики строит. Он, видимо, город прямо на уголь поставил, чтобы не обрабатывать. Похоже, первым идеологию примет майя. Как бы сейчас народ против него не ополчился. Ну, что, с кого голосуем, я за перца. А, что-то выборы. Выборы мирового лидера. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS, справочника и карты городов. Кстати, 2GIS попали в тройку лучших приложений App Store за 2015 год. Так что не забудьте зайти на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Восстанавливает разрушенный Харар потихоньку. С кого голосуем? Разграбленный, разграбленный. Это перца. А, я тоже. Перц мой друг. Да уж, перц уже всем друг, потому что он врагом не может быть, в принципе. И в состоянии тут кому-либо угрожать. Поэтому, конечно, друг. Эх, Сириус, что ж ты не поставил город выше Санкт-Петербурга? Куро. К чему? Ну, туда, где урвут, в эту область. Ну, в виду уже пользовался. С тобой воевал, под Скарды хотел. Ну да, логично было. И сейчас, я думаю, Сириус уже по Саргаде хочет, видя, что рядом с ними уголь. Зачем воевать, когда можно просто поселиться? Кстати, кто же этого не понимал? Что за... Знаешь, ленивые люди, которые не любят строить домики. Их ленивые люди любят строить армию. Ну, я понимаю, почему Сириус воевал. Чтобы не иметь просто соседа под боком. Вот, он хамон глобус построил. Ух ты, может, у кого-то сейчас Теху спереть. Известного, кому он посадил шпиона. Что технологии может. Эх, Матенсуму перестал мне передавать алюминий. Все. Все, видите, ацтека больше нету. Эй, Колумба. Ацтека больше нету. Ты только ко мне кит стал? В смысле? А, ну, так, ну, вот ему надо брать универы бесплатные. Зачем? Сириопу. Да, Ростов сейчас выносить буду просто. Построим 10 фрегатов, чтобы вылезти Ростов. Да. Как же иначе? Это же такой город. Ключевой город Русской империи. Что-то задумался о чем-то. Тут он хамон, смотрите, не берет. Уже так честь конкретно. Блин, надо рационализм брать. Коммерцию. Да, тут он хамон интересно играет. Необычно, во всяком случае. Может, у него какая-то своя там идея. Что, если уж играют через традицию, то обычно берут рационализм. Уже есть возможность здесь рационализма. Ну, тут почему-то человек выбирает в первую очередь коммерцию. Потому что он дальше пойдет по коммерции, прям в деньги. До сих пор у него поселенец этот рядом с Адис Абебой стоит. На что он его держит? Он, походу, переварил ацет и стал жрать. 153. Ну, 153, вот я на последнем месте, у меня 132. Я думаю, это не такая большая, прям недавно. О, смотрите, и стал решил так сколько не сжигать. Оставил себе. Блин, производство, конечно, в России. Неужели, неужели угорию так сколько был? Поэтому он сейчас строит. Или все-таки ему Вильнюс? Вильнюс, наверное, обработал просто и дал, наконец-то, уголь. Да, скорее всего, так и есть. Так. У меня самая здоровая столица, он на карте, да? Да. У кого там Анатолий, Коломбо, наконец, да колупал. Ой, у него 20. В Поленке 20. Не судя, все одинаково. Ну да, по столицам так одинаково. Но я считаю, что все-таки потенциал развития у русского и у майя самый большой по их местам. И еще, пожалуй, у Эфиопа, но Эфиопа как-то интересно, очень развивается. Ну так, в принципе, рост. Ему, конечно, поставить еще город вот в середине его. Видите, у него такой полумесяцем его территория. Еще все-таки неплохо поставить город. Вот там, где я все время говорил в прошлых сериях, где шелк и цитрусовые там и прочее. Ой, чихнул. Да, спасибо всем, кто пожелал мне здоровья. Так, что тут в Питере? Ну, тоже везде строятся фабрики. Но, похоже, Ара должен первым фабрики построить и первым взять идеологию. Так, Египет тоже фабрики строит. А откуда, кстати, русский взял уголь? Я что-то пропустил, похоже. Не пойму, откуда он уголь прихватил. Аж шесть штук. Ну, то есть, у него три так и три фабрики у него строятся. Ну, вот он привел поселенца ради угля. Но уголь у него уже и так откуда-то появился. Похоже, какой-то город-государство тоже засоюзил. Наверное, вот Малако там внизу. И она стала давать ему еще один поселенец, смотрите. У него два поселенца у русского. Вообще, у него, да, у него 22 счастья. Почему бы ему и не поставить еще городов, между прочим? Шесть городов в традиции. Почему нет? Очень неплохо. Только плюс к развитию. Так, у Китсала пять городов, правда, два не свои. Сколько у него? Девять ходов до идеологии. А у Ары? У Ары, к сожалению, такое качество картинки, что я не очень понимаю, сколько у него ходов остается. По-моему, его в одном городе осталось построить, хотя... Фиг знает. Такое ощущение, что он переключает в других городах, и в других городах он не достроил еще фабрики. Ладно, у русского сколько строить? Оборонительный союз. Смотрите, вот сейчас только что русский смотрел, когда заканчивается оборонительный союз с Персом. То есть, он начинает опять планировать атаку. Опять начинает планировать атаку на Перса. Ну, Персу тут просто печаль. Ему и не выбраться ниоткуда, никуда из-под опеки русского. И как-то и воеватель невозможно, потому что он отстает постоянно от русского. Что он тут хоть исследует банковское... Вот сейчас, по-моему, только банковское дело он исследует. А, нет, это он сейчас исследует там, где вот мельницы. Так, опять рассинхрон. То есть, две технологии до индустриализации осталось. Так, Россия, Египет, Персия, Майя и Эфиопия. Вот кто у нас остался в игре. Одного уже ацтеков, к сожалению, нету. Они пали смертью храбрых на полях, на колчаковских фронтах, были ранены. Так, ну, у тут Пахамона уже минус два по счастью. Ему надо что-то с этим делать. Против религии голосуют. Чего это? Ну, конечно, можно проголосовать за эмбарго Эфиопии. Эмбарго Эфиопии? Кто там предложил эмбарго Эфиопии? Так, все это торговать, да? Да. В общем-то, все очень любят предлагать во всех играх. Эмбарго какой-то держа. Просто не понимаю, в чем фишка. Только никто ни с кем не торгует. Хотя, может, русский там торгует. Плюс 66 вход, все-таки. Я тут что-то было интересное. Да, что было интересно, я отходила. Давайте посмотрим вообще, какие тут... Это синхрон произошел. Какие у людей здесь идут прибавки? Ну, естественно, не заимпаркаешь. 280 науки у русского, плюс 66 вход в золото, плюс 33 культуры и плюс 20 религий. У перса, у Египта 274 науки, плюс 47 золота, плюс 28 культуры и плюс 34 религий. Ну, в принципе, примерно одинаково. Вот, например, Египет с русским идут. И, естественно, пока потенциал побольше у Египта, потому что все-таки столица Ацтека захвачена, еще один город, а русский только начинает свои города ставить. Плюс 194 науки у перса немножко он выправляет, плюс 34 культуры. Ну, религия ему не нужна, в принципе, плюс 30. Ну, у перса, конечно, похуже, откровенно похуже. Так же, чем нас порадует Ара? 292 науки, то есть, опять он первый по науке, считайте. Ну, с золотишком похуже, зато у него побольше караванов есть возможность пустить. Культура у него, смотрите, очень неплохо, плюс 60, да? Постоянно, блин, просто заблуривали плюс 47, но в самом случае культуры больше, чем у всех остальных. И Эфиоп начинает немножко выправлять свою науку. Ну, плоховато у него все-таки с развитием сейчас, хотя культуры тоже неплохо, и по идее... Ну, он какие-то странные все-таки политики принимает. И опять у него пророк рождается. Мне было бы очень интересно глянуть распространение религии. У кого как. О, все-таки больше городов. Мне кажется, все-таки ислам пока должен доминировать. Вот ракутовую армию. Китсал решил построить. Интересно, наверное, все-таки город-государство попросил. Ну, вот видите, как минимум, раз, два, три, четыре, шесть городов под исламом, причем больших городов. Вон еще Занзибар семь, вон там еще какая-то колония, не знаю, не вижу, какой еще город-государство, восемь. То есть, примерно восемь городов, как минимум, ислам проповедует. И при этом это очень, ну, большие города. То есть, оттуда ислам искоренять сложновато будет, если что. Что у нас у Ары? Ну, его четыре города в любом случае. Барьерный риф, инфигаси, тут место у кого-то было. Видел, да, Сириус? Да-да. Это было, это было место. Три рыбы ебают, два, два, три. Ну, с этим было бы вообще на вот этом мысе. И был бы четыре рыбы. Еще труфили коровы. А, нет, это у Эфиопа. Это у Эфиопа место было. Или Эфиопу можно поставить, в принципе. Это эфиопский барьерный риф. Ну, какие, ну, скажите, тут чудеса? Барьерный риф, Гибралтар у русского, кстати. Нашел ли его Китсал? Похоже, нашел. Только не знаю, видит ли он, что у него барьерный. То есть, он Китсал этот город русского на побережье нашел. Но, не знаю, увидел ли он, что там Гибралтар был. Я бы, конечно, на месте Китсал этот город захватил. Ну, потому что... Ну, а зачем? Чтобы у соперника... Да, не увидел он Гибралтар, видите? Он не знает, что у Ростова есть Гибралтар. Я бы на месте Китсала этот Ростов, конечно, захватил. Но, опять же, я говорю, на месте Китсала, исходя из того, что мы видим с вами. Китсал же не знает, на самом деле, какое там развитие у русского. Так, перс. Всякие мельницы строят. Вся грудь и смотрят на демографию. Уже школу строят. Да, он школу строит уже. Ушишку. Китсала три хода до школ. О, он уже школу строит. И у русского тоже три хода до школы. Он такой, он уже школу строит. Боже, мы проиграли. Все. Такая игра, как всегда, там, что кто-то вперед вырывается. Причем, я считаю, что на данный момент Египет, Россия и Майя реально ровненько, ноздря в ноздрю идут. То есть, один в чем-то вырывается вперед, другой зато в другом в чем-то вырывается вперед. О, а Юсофию Китсал достроил. Интересно, нафига ему Айя Софья. Ну, появился у него... А, это не Айя Софья, это золотой... Ой, извините, Тадж-Махал, Тадж-Махал. Айя Софья он давно уже построил. Тадж-Махал. Тадж-Махал, хорошая штука. 12 ходов. Золотой век. Тем более, что чеченица, по-моему, у Ацтека была в Тиноч-Титлане. Так что... Вот видите, золотой век не 8 ходов теперь. 12 ходов золотой век у Египта очень неплохо. Так, что там тут Анхамон? Как-нибудь выправлять свои положения? Но он везде строит универы. Еще мне очень интересно, кто же первую идеологию возьмет. Странно, что Ара до сих пор не построил фабрики. Почему он так притормозил с фабриками? Школы, школы похожи. Идеологию первую возьмет русский все-таки. Похоже на то. Хотя он ему еще... Ну, в Москве-то уже построено. Наверное, в Новгороде тоже. То есть, он сейчас... Ему в Питере осталось сколько? Я не вижу, просто 3 или 5 ходов. В Питере до... До фабрик. И он, наверное, подумывает уже о том, чтобы на Перса начать нападать. В всяком случае, так поглядывает в сторону Перса. Кстати, что у нас с Персом? Чем он тут занимается? Оперу. В Пасаргадах обязательно надо построить оперу, чтобы... Когда Россия придет его захватывать... Она подумала, ой, ну зачем я буду с такой... Захватывать город с такой классной оперой? Давайте мы сходим лучше на... Не знаю... На Сивильского цирюльника, да? Или на Хованщину. О! Привет Хованскому. И там... Впервые опера Мусоргского была... Премьера ее была вот в Пасаргадах. Специально для этого благодарные Персы построили оперу. И тебе показал свое истинное лицо. О! Кецал. В смысле? В смысле? В смысле? Ну я даже махал построил, у меня золотой век просто. В смысле, говорит Кецал, открыв демографию, глядя в демографию, где он на первом месте. И такой, в смысле? Вообще не понимаю, о чем вы, ребята? Ты классно так вот, знаете, смотреть со всех сторон, сразу видно, как... Пока все тут вкрячивались арбалетами, генералами и прочее время. Он просто почистенько развивался, без потерь забрал от стека. Ну да, фрегатик чистенький, без генералов, всякого этого, фидерска, просто, да? Фидер. Это там, я так понимаю, Перс старается всех настроить против Египта, против Кецала. Но тут проблема в том, что на Кецала нападать некому. Вот это, как бы, очень огромный плюс для Кецала. Единственное, пожалуй, кто может хоть как-то там посуше, это Ефиоп, но Ефиопа просто сейчас не до этого. Ну, Рубая, кстати, тоже все очень неплохо, на самом деле. Да, да. Ну, у меня позиция плохая. Ну, что, три города под горой, рост нормальный. Я в центре Карли. Ну, три под горой даже, офигеть, это все, ну, дофигеть еще науки. Читаю, что школа сейчас уже. Так что, у русского четыре города под горой. И этот, и, какого, Пиза у него. Ну, у меня дебиль, но у меня мои эти самые друзья, они застопорят. Чего-чего? Ну, вот эти люди, которых я покупаю, они же не увеличивают все. Но все равно они весьма в тему бывают. Ну, если не покупать, по-моему, пророков, торговцев и инженеров, то ученые не будут повышать. Торговцы будут. Торговцы, инженеры и ученые. Из одной, как сказать, выбора. Ну, да, вот я и говорю, но при этом ума и обилка почему-то не пророков есть. То есть, если ты покупаешь пророка, то счетчик ученого тоже отбегается. Да, все серьезно? Да. Ну, то же самое и с волей, кстати, если ты с волей берешь, если ты с волей берешь пророка... Ты уверен в этом? Да, да. Я не знал. Да, приятно. Да, перс как бы дело говорит, я сейчас Анатолий рассказывал, так и есть. В этом минус бонуса Майя, но я бы не сказал, что это очень-очень большой минус. Но так имейте в виду, да. Поэтому лучше, мне кажется... Ну, хотя, знаете, из ситуации кого-то брать. Так. А ты покупал пророков там, что ли? Ну, точно, это что-то. Я взял пророка, да, за укрепление. А, ну, вот видите, это все-таки из Буктунас мы убрал пророка, как я в прошлых сериях говорил. Это, кажется, неприятно. Это вот я его вижу сейчас, да, возле Сингапура? Не-не-не-не. Смотрите, походу Майя пытается переманить... Ну, да, время на четвертый город поставить, чем... Да, интересно. Учина вообще-то пять городов. Да, это не считается. А у русского шесть. Почему-то никто на это не обращает внимания. Ну, и Кицелу бы сейчас вот Екатеринбург... Сколько там, блин, в тундре? Екатеринбург и Ростов бы захватить. Но он, похоже, этого не видит. И почему-то не хочет это делать. Так бы он избавился вообще от всех игроков на морской карте. Ну, и плюс еще Колумба бы освободила из-под влияния Перса. Вообще было бы замечательно. Что он там плавает вокруг этого? Он, похоже, думает, что там у русского приличных городов на море. У него, конечно, у русского как бы... Ну, фактически, конечно, у русского четыре города на море. Но два из них на внутреннем море. Откуда корабли никаким образом не могут попасть на войну с Египтом. Видите, вот как важна все-таки разведка, почему Кицал не доразведал до конца территорию рядом с Россией. Вот там, где Ростов. Он чуть-чуть подбежал к нему, просто увидел Ростов и все. Почему он полностью не разведал эту местность? Чтобы полностью знать, что там есть Гибралтар, что там никто на помощь не придет, что город легко берется, что... Ну, блин... Да, конечно, Кицал сейчас... Сыгер, что ты там как ванду дрочишь? А вот и первый... И что берет свободу, да? Нет, порядок. Вот первая идеология пошла. Все-таки Сириус. Не знаю, почему Ара решил не достраивать там свои фабрики. Почему бы не ему первому взять идеологию? А в порядке минус 33% стоимости это объекты в городах, а не юниты, правильно ведь? Объект. А юнит, то что у него объекты? Юнит, не объект, да? А вот и не знаю. Ну, это дебильный... Очередной пример дебильного перевода в Циве. Потому что в английской версии конкретно написано, что 33% к стоимости зданий. То есть только здания 33%. Знаешь, это... Покупки. Сейчас, подожди, я идеологию принимал. Интересно, куда тут Китсал хочет ставить город? Почему туда? Так. Что тут такое за место? Неужели тут такое офигенное место для города? Может, стоило тир захватить, чтобы была перемычка между своими городами и городами? Ацтека, бывших, бывшими городами Ацтека? Не знаю. Так, когда там уары? Так, ара у нас, естественно, рационализм. Так, я так понимаю, что Китсал тоже сейчас принял идеологию только что. Ну, красивая демография для Египта, да. Взял свободу. Ну, в принципе, логично. Почему нет? Ну, да, вот жалко мне, что Китсал почему-то не идет захватывать города русского, хотя есть такая возможность прекрасная. Я думаю, сейчас Китсал увидел столицу Перса и хотел сказать в эфир, типа, что-то так коряво город поставил, но сдержался. Решил, что я буду человека расстраивать? Так, что-то мы прекратили за Тутанхамоном следить. У него же 161. Кстати, а сколько у Перса? Ну, он эти третий, третий, пятый. Он последний по населению, кстати, Феоп. Ну, постепенно догоняет Перса. Потихоньку. Эфиопа очень хорошо в том плане, что ему все технологии дешевле всех стоят. И, кстати, у Феопа тоже все города рядом, ну, его города, его города рядом с горами стоят. И, по-моему, те города отсекли, что он захватил тоже рядом с горами. То есть, теоретически, больше всех науки будет именно у Эфиопа. Если он, конечно, население чуть улучшит. Ну, вот у него уже плюс 14. Ему бы, конечно, надо на еду поставить всех своих жителей. Так, что тут? Сириус тоже школы. 297. 330 у Египта науки. 223. Ого, 427 у Ары. Очень неплохо. Майя. Очень неплохо. Это он еще не построил все школы. Правда, он упустил идеологию. Вот тут вопрос, конечно, что было лучше. Мне кажется, что надо было сделать упор на фабрики и быстрее фабрики построить. Смотрите, как свезло русскому. У него медь, а не медь, а алюминий оказался на той территории, что он клетку... Желтая демография у Ары отхватил. Да, интересненько. Ну, русский так расселился очень неплохо. Ну, мне кажется, тут назревает... Тут проблема в том, что если русский нападет на Перса, то Ара в эту войну влезет точно. Это уже без вариантов, потому что у них границы уже соприкасаются, и Аре пару городов захватить можно будет. Поэтому я думаю... И тут вообще, хоть Ара и говорит, что он в центре карты, но на самом деле сейчас позиция хуже всего у русского. Потому что он атакует вообще с трех сторон. С моря Кецалом, Ара справа и сверху Перс. То есть, если они захотят на русского напасть, то мне кажется, он упадет, по моему скромному мнению. Так, давайте глянем, что тут у нас в Египте. Ну, тоже школы, вон фарфоровая пагода, четыре хода. Ну, по-моему, тут кто-то раньше построит. Да, вон в Новгороде раньше фарфоровая пагода построится. Перс, даже Оксфорд решил построить. Видимо, совсем так грустно с наукой, что хоть так взять техи. Хотя я не считаю, что на данном этапе имеет смысл строить Оксфорд, чтобы прям вот так побыстрее догнать всех. Ты отстаешь в науке по тех, но они для тебя дешевле стоят. Кто во рту идет? Эфиоп? Кто еще? Ну, он не идет во рту, он просто открыл те нижние технологии. И русский это заметил, открыв дерево технологии, что они дешевле стоят. Но Эфиоп не шел в артиллерию, он просто там внизу Химедзи. Кстати, он его не построил, по-моему. О, опять русский у кого-то смог технологию спереть. Татьяна получила повышение. Стали варенье. По-моему, Египта прет. Да, в филах. Неплохо так. А что там? Кицалу сообщили, что у него... А, по-моему, следующим ходом сообщается, что у него украли технологии. Так, что тут Ара у нас? 427. Гатлинги строят зачем-то. Бараки, гатлинги. Может, это Ара теперь планирует на кого-нибудь напасть? А я все на русского сваливаю. А, он вон пытается взять городское государство, или он с него дань требует? Так, ну, а тут Анахамон просто... А, вон Химедий он как раз строит, о котором я говорил. Тут Анахамон просто пока в развитии. Ему надо догонять всех по развитию. 200 науки. Индустриализация. Я вот не знаю, кстати, в данном случае, может, уже и не стоило Анахамону идти в индустриализацию. Может, лучше в школы для начала все-таки догонять. Здесь наука важнее. Он все равно не возьмет те идеологии... Ну, не сможет он первым взять идеологии. Он возьмет только вторым. В любом случае, эти идеологии явно еще останутся. Так как пятеро человек. Так что... Кстати, надо ему аннексировать вот эту лольку. У него плюс 17 счастья. Чего он его марионеткой оставляет? Аннексировать надо? Плюс 17 счастья. Да? Все правильно. И Стелла, потом Суп, наверное. Хотя счастье-то немерено. Надо, чтобы города росли. У него... Он последний по населению. Эфиоп. Ладно. На этом пока мы закончим эту серию. Впереди, я думаю, будет еще интереснее. Потому что видно, что народ готовится к какой-то крупномасштабной войне. Ну, а вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры.